Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Ну что, по многочисленным просьбам возвращаемся к Shotcut. Тем более, что у этой программы появилась новая фича, которая позволяет говорить о ней уже как о профессиональной программе. Конечно, если компьютер тянет, я советую DaVinci. Но если не тянет, то на небольших проектах Shotcut вполне может его уже заменить. Итак, что же такое случилось с новой версией Shotcut, что позволило нам говорить о ней как о профессиональной программе? Тут появилась вот такая маленькая закладка – ключевые кадры. Нажимаем, и вроде бы ничего не меняется. Более того, пропадает тайм-линия, и даже кажется, что мы все сломали. Но на самом деле нет. К тайм-линии мы всегда можем вернуться, просто переключая закладки внизу. Но при этом закладка ключевые кадры пока пуста. И если не знать, что это, можно пройти мимо и никогда ее не открывать. Но все, кто работали в Premiere или DaVinci, сразу понимают, что наличие Keyframe ключевых кадров сулит им большие выгоды. Поэтому добавим клип и… и опять ничего не происходит. Орешек знаний тверд, но мы не привыкли отступать. Идем в фильтры и добавляем самый распространенный фильтр – размер и позиция. Он почему-то не вынесен в закладку Favorite, хотя это действительно одна из самых часто встречающихся настроек. Кстати, для тех, кто не понимает, что я сейчас делаю, советую смотреть всю серию уроков сначала. Ссылка на плейлист в описании. Вначале я об этом рассказываю. Итак, добавили фильтр и у нас появилась вот такая замечательная иконка с изображением секундомера. Нажимаем на нее и на треке в закладке ключевые кадры появилась вот такая точка. На тайм-лайне этой точки нет. Еще раз, для ключевых точек существует отдельная закладка. Теперь сместим курсор на, ну скажем, на 2 секунды. Можем курсор двигать мышкой, а можно вот здесь задать точное значение – секунды и кадры. Там было 2 секунды – 4 кадра. Тут выставим 4 секунды – 4 кадра. Enter и берем наше изображение левой кнопкой мыши за угол и уменьшаем в размере. Теперь смещаем относительно кадра, взяв левой кнопкой мыши за центр. И что мы имеем? Вот такое плавное изменение масштаба и смещение видео в кадре. Если, например, поставить еще одну точку, скажем, еще через 2 секунды, и переместить видео куда-нибудь еще, то мы получим последовательное перемещение трека по выставленным точкам. Двигать можно также руками, а можно использовать числовые значения. Вот в этой точке координаты по x – 45, по y – 217. Соответственно, если мы хотим, чтобы по y, то есть горизонтально, видео смещалось абсолютно ровно, по прямой, а не по диагонали, в следующей ключевой точке нам нужно поставить по y – 217, как и в предыдущей. Тогда мы получим ровное горизонтальное смещение. Ну и точки, соответственно, можно выбирать, выставляя над ними курсор, а можно использовать вот эти кнопки навигации – вперед, назад. А так можно удалить ключевую точку. А еще ключевую точку можно удалить, просто дважды кликнув по ней. Итак, надеюсь, вы уже поняли, как это все работает. Вы выставляете ключевые точки с новыми параметрами на временной шкале. И программа сама рассчитывает серединные значения, чтобы эти параметры изменялись постепенно от точки к точке. Вот, например, мы увеличили видео и сместили его в пространстве, фактически имитируя панораму слежения. В реальности для этого нам нужна телега, да еще и разогнанная до скорости поезда. Согласитесь, не у каждого оно есть. Да, кстати, нужно сказать, что точки можно не только проставлять или удалять, но и двигать здесь на временной шкале. Соответственно, чем больше расстояние между точками, тем медленнее будет применяться какой-то эффект. Чем меньше расстояние, тем быстрее. Вот сейчас мы добьемся того, что поезд какое-то время будет находиться вне кадра. Хотя на самом деле он уже едет. Но это так, развлечение. А какая практическая польза? Да огромная. Представьте, что все фильтры, то есть эффекты, которые есть в программе, можно изменять во времени постепенно, работая не только с видео, но и со звуком. Размыть, изменить цвет, анимировать шрифты, все что угодно. Представили? Если нет, в следующем скринкасте я расскажу об этом подробнее. Ну, в общем, для тех, у кого слабые машины, или тех, кто боится сложных на вид программ и не подступается поэтому к DaVinci. Я продолжу обзоры Shotcut, дело это полезное. Так что подписывайтесь на канал, следите за анонсами, задавайте свои вопросы, ну и любите друг друга. Субтитры сделал DimaTorzok